Всем привет! Обзор смартфона Xiaomi Mi 11i. Это версия на 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт встроенной памяти в черном цвете, космик-блэк цвет. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию смартфона. Тут конверт. В конверте скрепка для сим-слота, документация, силиконовая задняя накладка. Дальше сам смартфончик в транспортировочной пленке, адаптер для питания, поддерживающий быструю зарядку. Он такой большой, мощный. И кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядке. Хорошо. Единственное, чего нет в комплектации, это наушников. Если они вам необходимы, их придется докупить отдельно. Снимем транспортировочную пленку. Смартфон сделан из стекла. Единственное, что окантовка пластиковая. Вот не металлическая. То есть, вот это сзади стекляшка. Тут пластик. И спереди также идет поклейка защитной пленки. Сразу же с коробки у нас будет защитная пленка на дисплее поклеена. Вот ее видно. Фронтальная камера посередине. Дисплей 6,7 дюйма. Почти 6,7 дюйма. 6,67 дюйма. Левая грань у него пустая. Справа кнопка включения. Кнопка игровки громкости. Кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальцев. Снизу USB Type-C порт, динамик, микрофон и слот для сим-карточек. Сверху динамик, второй динамик. Нет джека для наушников, обращаю ваше внимание, если вам необходимо. Наушники-то нужно использовать переходник. Вот сейчас он тут должен вроде быть в комплектации. Да, он будет в комплектации. Вот тут у нас переходничок на USB Type-C и 3,5 мм для наушников. То есть, обычное можно использовать. Или использовать беспроводные. Если без никаких переходников. Хорошо, давайте посмотрим этот чехольчик. Он прозрачный. То есть, со временем он выцветит. Будет таким желтым. Ну, кстати, интересно, что тут он матовый. По краям. Не полностью прозрачный. Так, не хочет налезать. О, все, налез. Он спереди очень прикольно выглядит, когда он не просто прозрачный, а такой вот матовый. Есть заглушка. Вот, ну, сзади стандартно выглядит. Вот спереди вот прикольно выглядит на черном устройстве. Хорошо. Давайте откроем слот. Посмотрим, что это за слот. Открываем. Это слот на две наносим карточки. То есть, слота для microSD карточки у нас нет. То есть, если мы купим на 128 гигабайт, а еще есть меньшая версия на 128 гигабайт, то будет на 128. Или же больше на 256. Эту память не расширить. Так, ожидаем включения. Габариты смартфона высоту 163 мм, ширина 76 мм, толщина 7,8 мм. Но это, я так понимаю, вот только корпус, толщина без учета камеры. Потому что камера выбирает из корпуса. Вес 196 граммов, батарейка 4520 мАч. Смартфончик держится, в принципе, средний показатель. То есть, один день. Меньше, чем один день, он будет держаться, если ставим режим 120 Гц и пользуемся устройством. Тогда он до вечера продержится. И уже там вечером будете ставить на зарядку. Если без этого, в обычном режиме 60 Гц, тут дисплей с повышенной частотой обновления кадров. Это регулируется в настройках. В настройках экрана частота обновления. Высокая 120 Гц, это очень плавный дисплей. Очень плавные социальные сети, браузинг в интернете. Это все очень заметно. То есть, намного приятнее для глаз становятся все эти процессы. Но тогда больше потребление батареи. Так, с таким, в обычном режиме, то есть, до вечера он дотянет в таком режиме. И до, скажем так, до ночи, до 11 часов, да, как обычно, там, ложатся спать и на ночь ставят на зарядку. Вот, в режиме 60 Гц до такого времени дотянет. Окей, по дисплею. В дисплее здесь AMOLED. Разрешение 2400 на 1080 точек. Это Full HD разрешение. Куринг Gorilla Glass 5-го поколения. 120 Гц, 6,7 дюйма. Почти 6,7 дюйма дисплей. Открываем Geekbench. Перед этим давайте настройки посмотрим на версии операционной системы. Так, вот, телефон имеет Global 12.0.1, Android 11. Открываем Geekbench 5. Все очень плавно работает. Процессор у нас от Qualcomm Snapdragon 888. Восьмиятерный 4,3,3,1. 1,8, 2,4, 2,8 Гц. Тактовая частота. Видеоускоритель Adreno 660. Вот, дисплей приплей примерный 394. Запускаем тест. Также у нас 8 ГБ оперативки. Запускаем тест. Видите уже сам результат. Результат теста процессора. Одноядерный результат. Лучший в этом тесте. Так же, как и мультиядерный. Теперь запустим тест видеоускорителя Adreno 660. Так же, увидите уже результаты. Так, результат теста видеоускорителя. 4589 баллов. Один из лучших результатов. Не самый лучший. Вот тут получше набирает Galaxy S. В этом тесте хорошо. Давайте теперь посмотрим на результаты в Antutu Benchmark. Запускаем тест Antutu Benchmark. Увидите уже так же сам результат. Сейчас только разрешение сделаем. Запускаем. Увидите уже результат. Так, результат теста. Antutu Benchmark. 776 тысяч. Удалось победить 85% пользователей. Вот. Было бы прикольно посмотреть какой-то рейтинг. Но вот что-то не работают эти рейтинги. Баграмеры в последнее время не работали. Сейчас попробуем немножко подождать. Может что-то подгрузится. Пока сделаем тест Multitouch. Должен поддержать 10 касаний. Четко сразу же определяет. Даже так, ну, кучно определяет. Обычно, если близко держать пальцы, то на некоторых устройствах определяет 5 касаний, 6, 7. Но 10 не определяет. Если разводить их вот так вот по разным крайкам дисплея, то определит 10. Тут сходу же даже кучно определило 10 касаний. Вот, да. Не подключается к рейтингам. Поэтому каких-то рейтингов посмотреть, сравнить. Вот тут у Benchmark на данный момент нельзя. Переходим к следующему тесту. Тест игровой. Откроем тяжелую игрушку GTA San Andreas. Посмотрим, как она работает на устройстве. Поставим, конечно же, максимальные настройки. Запускаем, смотрим. Продолжение следует... Отлично все работает. Вообще, без проблем. Практически компьютерный уровень. То есть, да, так как на компьютерах работает игра, вот она примерно так же работает на этом устройстве. То есть, в принципе, можем делать выводы, что с подобными, другими игрушками никаких проблем не будет. Все будет запускаться на максимальных настройках. Ну и, конечно, сделаю еще отдельное видео, где запущу еще несколько тяжелых игрушек, типа PUBG Mobile. В отдельном видео. Кому интересно, сможете в скором времени посмотреть это видео на канале. Теперь давайте перейдем к тесту камеры. Камера здесь тройная. 108, плюс 8, плюс 5 мегапикселей. Покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств. Выведу снимки на экран. Сможете сейчас их оценить. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Калмакси Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.